Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Сегодня в выпуске. Рост экспорта товаров, удельного веса, отгруженной инновационной продукции, обеспечение роста инвестиций в основной капитал, увеличение рентабельности продаж. Итоги работы промышленного комплекса за первое полугодие 2021-го подвели в Ленинском районе города Бреста. Последние данные по ВИЧ-инфекции в областном центре, о мерах предосторожности и профилактике, а также о том, что даже с вирусом нужно и можно жить счастливо. Эксклюзивное интервью, самые свежие цифры и компетентные советы. В материале Алены Миневич. Психологическая подготовка первоклассников к школе, ремонт учебных заведений, работа школьных базаров. В Бресте объявлена готовность номер один. 1 сентября не за горами. В эфире программа «Итоги недели» мы начинаем. Время, в которое мы живем, это время ускоренного ритма жизни. Статистика показывает, что за последние 10 лет он вырос на 10%. Поэтому неудивительно, что мы не замечаем, как пролетают дни, недели, месяцы. Кажется, год только начался, а уже полгода прошло. Пора подводить промежуточные итоги. В Ленинской администрации Бреста это уже сделали. На заседании администрации рассмотрели итоги работы промышленного комплекса района. И несмотря на то, что статистическое подтверждение есть только за 5 месяцев, уже сейчас можно прогнозировать, что 2021 год имеет все шансы стать лучше предыдущего. По итогам первого квартала обеспечено выполнение всех целевых показателей. Но вкусовые качества бочки меда ложка дегтя все-таки испортила. В районе имеется 7 убыточных предприятий. А потому задача есть конкретная. Найти пути выхода их на безубыточную работу, а также выработать эффективные подходы, которые позволят не только сохранить позитивную динамику, но и обеспечить дальнейший рост потенциала промышленного комплекса Ленинского района. Все подробности в первом материале программы. Благодаря вашей работе, работе ваших коллективов, мы уже второй раз за последние три года занесены на Республиканскую доску почета. Среди администраций городов и городов вообще Республики Беларусь. Да, действительно, старейший район Бреста по-прежнему в лидерах. В 2020 году достигнут наилучший показатель в сфере социально-экономического развития в Республике среди районных администраций. Держат Ленинцы планку и сегодня. Промежуточные итоги работы промышленного комплекса, выраженные в цифрах, говорят сами за себя, выполнено задание по темпу роста производства, отмечена положительная динамика экспорта товаров, удельного веса, отгруженная инновационная продукция, а также обеспечен рост инвестиций в основной капитал. За всеми этими показателями стоит колоссальный труд коллективов предприятий, которые смогли и сделали качественно и ответственно на свою работу, несмотря ни на что. По объему выпускаемой продукции, по темпам производства товаров представителей в ценах базисного года 108,6% в рост в прошлом году. Мы, конечно же, приросли и по экспорту товаров более 134%. Эффективность работы нашей экономики. Необходимо отметить, что поступление в бюджет от субъектов хозяйствования по отношению к прошлому году по юрлицам вырос на 118%, по инвестиционным предприятиям порядка 4-5% рост. То есть это тоже говорит о эффективности работы нашего промышленного сектора. В том числе рентабельность промышленности выросла на один подпункт и составила 8,6%. Городообразующие предприятия «Санта-Бремор», совместное предприятие «Открытое акционерное общество», «Брестский газоаппарат», «Ликюроводочный завод», «Берестейский пекарь», «Стимф», «Торчермет», «Мясокомбинаты» – все это обязательно со словом «Брестки». Это флагманы брестской промышленности. Их бренды знают не только в Беларуси, пользуются спросом и популярностью они далеко за рубежом. Эти компании в постоянном апгрейде во всех смыслах этого слова. Хочешь работать продуктивно – умей вертеться. Вертеться. А потому есть рынки сбыта. Продукция, говорят руководители предприятий, не залеживается. А это экспорт, так необходимый для региона и для страны. Основная доля экспорта товара выпускаемых в наши предприятия – это, конечно, российский рынок. Но вместе с тем хотелось бы отметить, что все-таки произошел рост поставок на рынки Польши, Германии, то есть, как бы ни вреда, и Украины. То есть, в принципе, мы здесь даже приросли по отношению к прошлому году. Причем значительно приросли. Доля рынков Евросоюза выросла. Также выросла доля и стран дальней дуги. В принципе, и по Китаю мы плотно сотрудничаем, и новые рынки прорабатываем, и новая номенклатура товарной продукции. Увеличилась доля инновационной продукции по сравнению с прошлым годом. То есть, в принципе, необходимо отметить, что все-таки команды сохранились на предприятии, эффективно работают, прорабатывают новые товарные позиции, новые рынки. То есть, эта работа на системной основе поставлена и ведется. У нас довольно-таки обширный рынок сбыта. Это и Армения, и Азербайджан, и Казахстан. Вот сейчас решается вопрос с Таджикистаном. Есть и Ордания. Ну и основной, конечно, рынок сбыта – это Российская Федерация. Каждый год он нелегкий. Но, тем не менее, получается так, что все-таки делаем шаг вперед. И всегда переживаем, всегда боимся новые все-таки проекты, новые решения. Но, тем не менее, все получается, слава Богу. Если верить статистике, то идем вперед. А что говорит статистика? Статистика говорит, что все в порядке и с экспортом, что все в порядке и с инвестициями в основной капитал. Все в порядке с чистой прибылью. Растем, движемся, находимся на плаву. И наши дочерние предприятия, то же самое, находятся на данный момент на плаву. Это и брестские традиции, мясокомбинат, и два наших колхоза – азиата и хатислов – тоже растут, мужают. Но не все так гладко, как хотелось бы. Есть и те предприятия, которые убыточны. На это имеются как объективные причины, так и субъективные. Да, пандемия сыграла в этом свою роль. Но нельзя все списывать только на нее. Неоднократно подчеркивалось, что необходимо максимально оперативно реагировать на все современные вызовы. Использовать лучшие практики, которые наработаны ведущими предприятиями. И своевременно решать актуальные вопросы, существующие в экономическом развитии района. Один из них – нехватка рабочих, узкая специализация. Сегодня мы, в принципе, можем предложить любому, скажем так, обученному, подготовленному и даже без специальности человеку работоспособного возраста работу в районе. И наши предприятия активно сами переподготавливают в случае необходимости специалистов в течение 3-6 месяцев. Наше предприятие и наш коллектив заинтересован в развитии мощностей нашего производства. А также мы заинтересованы в трудовых ресурсах и обеспечении. И, конечно же, хотелось бы сказать, что все желающие подключиться в нашу команду, предприятия гарантируют стабильную работу. И гарантируют достойную заработную плату. Поэтому мы бы хотели всех желающих, не только жителей города Бреста, а Брестской области и района, видеть в своем коллективе. На Каролине возможность есть заработать. Это не просто стабильный заработок, повременно премиальная оплата. Это сдельная премиальная оплата. Если нужны деньги, швея, она обязательно их заработает. Основной драйвер экономики и города Бреста, и районов Ленинского и Московского была и есть промышленность. Пока динамика в этой отрасли остается положительной, что вызывает оптимизм. Но впереди еще полгода работы, полгода напряженного труда. И объемы выросли, выросла выручка, и чистая прибыль также выросла. Поэтому, в принципе, необходимо отметить положительную тенденцию динамики. Но, тем не менее, нельзя тут самоуспокаиваться и говорить, что все у нас хорошо. Да, и все будет хорошо. Мы видим, как сейчас меняется обстановка в целом и в городе, и в республике, и за рубежом. И нам необходимо активно всегда руку на пульсе держать, скажем так, и активно анализировать рынки. Искать новых партнеров надежных, с которыми можно было бы, несмотря ни на что, работать в любых условиях и эффективно работать. И еще следует помнить, вектор движения задают те, кому не все равно, те, кто выходят из зоны комфорта. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Итоги недели. В наших информационных выпусках мы продолжаем рассказывать о деятельности предприятий, чья профессиональная, качественная работа была отмечена весьма высоко – занесением учреждения на областную доску почета. Этого звания по итогам 2020-го был удостоен Бреский филиал республиканского унитарного предприятия «Белпочта». Непростой с точки зрения пандемии год стал поводом для того, чтобы усовершенствовать перечень предлагаемых услуг, сделать их более мобильными и быстрыми. И если первое полугодие оказалось не совсем продуктивным, то уже во втором отдельные показатели были даже перевыполнены. Какие тенденции сегодня прослеживаются в работе предприятия, что нового здесь появляется и каково это – быть лучшим из лучших? Ответы на эти и многие другие вопросы в нашем сюжете. Мобильно, быстро и удобно для клиента – три кита, на которых строится деятельность Бресского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта». Сегодня в рамках одной организации решается большой перечень задач, которые делают нашу жизнь комфортнее и лучше – почтовые, банковские, страховые услуги. И это только малая часть того, что символично именуется работой почтового отделения, которую по итогам 2020-го высоко оценило руководство региона. Конечно, неожидаемо, потому что мы просто трудились, выполняли свою основную задачу, оказывали услуги, прикладывали максимум усилия для того, чтобы было комфортно нашим клиентам, и чтобы максимально они посетили нас и принесли нам наши доходы. Ну а в результате от всех этих мероприятий наши показатели по итогам 2020-го года экономически были стабильны, мы имели хорошие темпы роста, и как результат занесли на наши предприятия на областную доску почета. Стратегические задачи компании – развитие электронной торговли, дистанционных сервисов и курьерских услуг, совершенствование почтово-логистической инфраструктуры. 2020 год показал – сегодня каждый из нас готов решать свои вопросы прямо из дома. И верный помощник в этом – почта, где присутствует не только работа традиционных почтальонов, но и курьеров. Немаловажную долю занимает обслуживание корпоративных клиентов. Рынок интернет-торговли растет, поэтому, конечно же, обслуживание в объектах почтовой связи в том числе направлено на обслуживание бизнеса, то есть на прием и отправку почтовых отправлений. Ну, соответственно, последним милем мы осуществляем уже вручение почтовых отправлений с различными сервисами. Особенно популярный сервис сейчас – это вручение почтовых отправлений с возможностью примерки. Благодаря цифровизации многие процессы на предприятии упростились и ускорились, что сделало заказ, доставку более быстрой и удобной. Активно внедряются и новые технологии, например, почтоматы. Совсем скоро снутри республиканской корреспонденции и посылками они заработают в Бресте, Барановичах и Пинске. Кроме того, сегодня получает развитие электронная корреспонденция. Результаты достаточно впечатляющие. Объемы, которые мы получили в 2020 году, они не ниже были предыдущих периодов нашей работы, а даже выросли. За год мы приняли всего 17 миллионов писем. Оказалось бы, что сегодня вроде бы какая же тенденция к электронной переписке, но тем не менее письменная корреспонденция еще популярна и пользуется этой услугой. Приняли 200 тысяч простых посылок. Ну и как основное такое направление, которое приемлемо сегодня для каждого гражданина, и для юридических лиц, это наша ускоренная почта, отправление ускоренной почты было принято более 150 тысяч. Несомненно, это прорыв в технологиях обслуживания. Причем результат работы сотрудников Белпочты отмечается и на региональном, и на республиканском, и на международном уровне. Согласно данным отчета Всемирного почтового союза, по индексу почтового развития за 2020 год, Беларусь занимает 20 место из 170 стран. Однако успехи – это не повод расслабляться. Высокий результат надо удерживать. Конечно, за технологиями будущее, но самой главной задачей для себя работники Брестского филиала Руббелпочта видят в том, чтобы повышать уровень сервисного обслуживания, чтобы каждый обратившийся ушел из отделения довольным. Все зависит от качества. Если мы сможем предоставить услуги по требованиям сегодняшних клиентов, то они придут обязательно к нам. Ну а для этого нам надо быть мобильными, надо быть оперативными, ну и, соответственно, приветливыми. Человеческий фактор, он очень большую роль играет в предоставлении услуг, потому что мы работаем с людьми, мы работаем с населением, с юридическими лицами, а это все люди. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. О вирусе иммунодефицита человека жители нашей планеты узнали в 1981 году. С тех пор ВИЧ охватил практически всю планету. Ежегодно в мире заражается вирусом ВИЧ более 2 миллионов человек, и столько же умирает от СПИДа. Хотелось бы сказать, что эта проблема не актуальна для Белоруссии и нашего города в частности, но это, к сожалению, не так. В нашем следующем сюжете мы расскажем о последних данных по ВИЧ-инфекции в областном центре, о мерах предосторожности и профилактики, а также о том, что даже с вирусом нужно и можно жить счастливо, но только соблюдая все правила и поступая осознанно. В материале Алены Миневича эксклюзивное интервью, самые свежие цифры и компетентные советы. Жить счастливо со СПИДом можно и нужно. Строить семью, рожать детей, путешествовать можно все, если подходить к лечению осознанно. Так считает брещанин, назовем его господин Энн. Сейчас ему 46 лет. Заразился он в 21 год, употребляя наркотики внутривенно. Начал он свою терапию через 10 лет после момента заражения, а спустя время все стало на свои места. Мой быт, мое время при рождении ничем не отличается от простого человека. Просто единственное, что я пью, принимаю обед в 12, в 9 часов утра и в 9 часов вечера. Я стараюсь не совершать каких-то пропусков, но может быть дополнительные витамины, больше отдыха, сна. И все. В целом, работа у меня не физическая такая, больше умственная, интеллектуальная. Я работаю в офисе, я не могу сказать, что я так перетруждаюсь. Ну, еще физически я занимаюсь, хожу в зал, в бассейн регулярно. Это уже для себя, для здоровья. Я женился через 10 лет, 31 год, когда я уже не употреблял наркотики. С третьей женой, там, начали общаться. Я где-то сказал, может, через неделю сказал, что у меня есть, что я ВИЧ-инфицирован, а ты подумай, потому что все очень серьезно, и принимай тогда решение. А где-то сейчас, спустя, может, несколько дней, она сказала, что я все равно согласна, мы будем жить вместе. Мы поженились, мне было 31 год, ей было 26 лет. Вот сейчас у нас, ну, все нормально, вот мы с 30, уже сколько, 15 лет мы вместе живем, и она не ВИЧ-инфицированная, ребенок у нас здоровый. История нашего героя, это история со счастливым концом, так как сейчас у него есть все, чего он желал. Но это не повод расслабляться всем остальным. К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Бресте даже за 6 месяцев 2021 года все еще печальная. В городе выявлено плюс 7 человек к 277 уже живущих с ВИЧ. Больше показатель только в Пинске, и это только цифры статистики, а сколько людей еще не выявленных. А потому первый пункт в работе отдела профилактики ВИЧ-спид – это расширение количества обследуемого населения для выявления новых зараженных лиц. Ведь время не ждет, и чем раньше инфекция будет обнаружена, тем быстрее будет начать курс лечения. Следующий немаловажный пункт – это профилактическая работа с ВИЧ-инфицированными беременными женщинами. Также большой объем профилактических работ ведется в центрах дружественного отношения к подросткам и молодежи. В Бресте они есть на базе детской поликлиники номер один и номер два. В первую очередь профилактических, чтобы у нас не болели наши детки, потому что у нас в области родилось 299 детей от ВИЧ-инфицированных матерей. И мы ведем наблюдение за этими детками до полутора лет, обследуем их четырежды. И у нас из этих детей, у нас 87% из них, сняты диагнозы, как они являются здоровыми. Это хороший показатель. То есть это говорит о том, что мы правильно ввели этих беременных женщин, их назначали им терапию во время родов. И детки в течение месяца после рода получали препараты, есть дедоводин такой препарат. Там проводится работа по тестированию этих детей, подростков на ВИЧ-инфекцию. Лекционная работа, это профилактическая работа такая для этих детей врачами. И такие же центры у нас существуют в Пинске при детской поликлинике, в Барановиче при детской поликлинике, в Кобрине и в Столинском районе. На повестке дня у города и страны сейчас остро стоят рекомендации ЮНЕЙДС, объединенной программой ООН по ВИЧ-СПИДу, суть которой заключается в выполнении показателей 95-95-95 до 2025 года, из которых первые 95% это выявленные зараженные. Второе, если мы выявим 95% из числа заболевших, мы должны их всех 95% охватить лечением. Если они будут регулярно получать препараты, то у них должна быть в 95% неопределяемая вирусная нагрузка, нулевая. То есть пациент безопасен в плане заражения окружающих лиц. И тогда у нас в области и в республике пойдет снижение заболеваний с ВИЧ-инфекцией. Стоит знать всем, уже более 10 лет в нашем городе есть место, куда можно прийти за помощью, где поддержат, составят курс лечения и ответят на все вопросы по этой непростой теме. Это консультативно-диспансерное отделение по ВИЧ-инфекции. Как отмечают врачи, особое коварство заболевания в том, что инфицированный человек долгие годы не ощущает его присутствия, живет обычной жизнью и заражает других. Или же узнав, отказывается верить и, конечно, принимать антиретровирусную терапию. Задача антиретровирусной терапии заключается в том, чтобы подавить и держать вирус под контролем. Соответственно, иммунная система восстанавливается, дальше не разрушается. И ВИЧ-инфекция не приводит к тем последствиям, которые она может привести без лечения. С этой точки зрения, чем раньше назначено лечение, тем лучше. Пациент должен прийти к этому, он должен понять, что ему необходима антиретровирусная терапия. Потому что, если не прошли все этапы, и человек не понимает задачи антиретровирусной терапии, если он находится в этапе отрицания своего диагноза, то антиретровирусная терапия не будет эффективна, потому что он будет допускать пропуски, он может просто не принимать эти препараты. Ну и, соответственно, мы не добьемся того, к чему мы стремимся. Сегодня СПИД не приговор, а терапия работает. Принимая лечение, жизнь не просто продолжается, она не теряет в качестве. Это стоит помнить и не бояться вовремя обратиться за помощью. К первому сентября тщательно готовятся не только школьники. Педагоги и технический персонал учреждений образования тоже проводят необходимые работы, чтобы получение знаний для учеников проходило в комфортных условиях. Серьезная подготовка школ, гимназий, лицеев и детских садов к такому ответственному периоду подходит к своему логическому завершению. Парты и техническое оборудование заменили, научно-методическую литературу закупили, ремонт кабинетов, пищевых блоков и спортивных залов провели. В Ленинском районе города каждое учреждение проводит подготовку к первому сентября в соответствии с требованиями и финансовыми возможностями. Все подробности далее. Лето, пора отпусков и отдыха, но только не для педагогов и технического персонала учреждений образования Ленинского района города. Все это время здесь активно идут ремонтные работы, причем их масштаб в отдельных учреждениях впечатляет. Так, на базе 16-й школы шла активная замена напольного покрытия. Параллельно с обустройством общих коридоров велись ремонты и в учебных классах. В школе регулярно проводятся ремонтные работы. Из внебюджетных средств выполняется ремонт классных и технических помещений школы. Это покраска стен, установка декоративных панелей, обновление мебели, технических средств обучения. В данном момент в спортивных залах нанесена разметка, и после этого будет пол покрываться лаком. Кроме этого, в настоящее время уже из бюджетных средств проводится замена половой плитки в коридоре третьего этажа. Также из бюджета начата закупка оборудования для сенсорной площадки в кабинет, где занимаются дети с особенностями развития. Не такие масштабные, но не менее значимые реновации произошли и в средней школе номер 13 имени Валерия Хована. Здесь провели ремонт двух лестничных маршей за средства попечительского совета. Кроме того, без косметического ремонта в учреждении образования не обошлось. Выполнить такой фронт работ в столь сжатые сроки помогали и учащиеся школы. Дети в рамках вторичной трудовой занятости, в рамках работы трудовых бригад помогают техническому персоналу школы подготавливать учебные кабинеты. Моют парты, столы, что-то переносят нетяжелое. Работают на пришкольном участке. Вы видите, что и пришкольный участок у нас в этом году преобразился. Много очень цветов посажено. И в принципе мы, конечно, подготовлены и готовы встречать наших детей в 2021-2022 учебном году. С нетерпением ждут ребята в других учреждениях образования. Заходя на территорию ЕС Лесада номер 21, невозможно оторвать взгляд от пестрых клумб, ярких качелей и интересных композиций. Но не только снаружи красив детский сад. Внутри он тоже преобразился. Косметический ремонт в каждой группе, приобретение новых игрушек и технического оборудования. Но самое главное – серьезное обновление нескольких кабинетов. В детском саду серьезно преобразился спортивный зал. Новое оборудование, отреставрированное напольное покрытие, светлые стены. Новые краски приобрел и музыкальный класс. Здесь будет более комфортно заниматься танцами, проводить утренники и другие праздники. В этом году учебно мы большое внимание уделили созданию благоприятных условий организации образовательного процесса с воспитанниками. Приобретаем различные игровые спортивные надворные оборудования, не только на прогулочных участках, а также в групповых помещениях. Центром Ленинского района города Бреста по обеспечению деятельности бюджетных организаций в этом учебном году нам обновили мягкий инвентарь, также технологическое оборудование на пищеблоке, на прачечной. Всего из бюджета на ремонт и реконструкцию учреждений образования Ленинского района в этом году выделено более 700 тысяч белорусских рублей. Частично они пошли на замену крыш, остальные средства были направлены в учреждения, исходя из потребностей. Мы выполнили текущие ремонты помещений, классных кабинетов, групповых помещений. Кроме того, хочу похвастаться, что в этом году уже стало традиционным наше участие в программе по энергосбережению республиканской. За счет этой программы в 32-й школе в этом году мы заменили освещение в 12 учебных кабинетах. Кроме этого, в пяти учреждениях дошкольного образования мы меняем стиральные машины и гладильные прессы. Основные ремонтные работы в учреждениях образования уже завершены. В скором будущем школам, гимназиям, лицеям и детским садам будут выданы сертификаты, подтверждающие их готовность работать в штатном режиме. Да, сентябрь не за горами. До школьных линеек осталось меньше месяца. Практически все учебные заведения Бреста готовы принять учеников. А готовы ли сами ученики к встрече со школой? Особенно первоклассники. Ведь после беззаботного летнего отдыха сложно переключаться на учебу даже старшеклассникам. Что уж говорить о тех, для кого первое сентября станет настоящим испытанием, кто впервые окажется за школьными партами. Порядка пяти тысяч первоклассников Бреста откроют для себя мир знаний в этом году. И каждого из них ждут не только приятные моменты. Столкнуться шестилетки с новыми трудностями. Как ребенку избежать стрессовых ситуаций? Как сделать так, чтобы первые школьные дни не отбили охоту учиться? Чтобы процесс адаптации прошел безболезненно? И кто в этот момент станет поддержкой? На этот вопрос в сюжете Людмила Логодич дают комментарии специалисты. В семье Куксенок с началом учебного года появится еще одна ученица. Младшая дочь Яна пойдет в первый класс. Школьная форма, тетради, дневники, пеналы – все на финальной стадии закупки. А вот готов ли ребенок, да и сами родители к новому этапу жизни младшей дочери? Ведь никто не поспорит, что они вместе с ребенком тоже будут учиться долгие годы. Огорчаться, если что-то не получается и радоваться успехам. Конечно, какие-то волнения у нас есть. Мы готовились к школе и сейчас настраиваемся на то, что это длительный процесс обучения в школе. Конечно, я как мама переживаю, как ребенок адаптируется. Хочется, чтобы понимала, разбиралась во всех предметах, чтобы учеба ей давалась легко. Ну и, конечно, важно контакт с педагогом, чтобы было взаимопонимание и уважение к педагогу. Как бы мы тоже всегда прививаем это. Ну и педагога хочется, чтобы активно участвовал в жизни деток. Впервые оказаться на школьной линейке, а потом среди десятков сверстников, у каждого из которых свой характер, воспитание, уровень восприятия информации, темперамент – это серьезное испытание для шестилеток. Адаптация к новым условиям обычно занимает несколько месяцев, и в этом процессе есть много важных моментов. Готовность в школе включает в себя следующие критерии. Интеллектуальная готовность, мотивационная, волевая и коммуникативная готовность. Интеллектуальная готовность включает в себя развитие таких познавательных процессов, как мышление, память, воображение, умение построить логические связи между явлениями какими-то. Также ребенок, идя в первый класс, он должен уже знать, как его зовут, его фамилию, адрес, где он проживает, в какой стране он живет, фамилию, имя, отчество родителей и место их работы. Ну, конечно же, базовые понятия окружающего мира. Со своей стороны мы, конечно же, делаем все возможное, чтобы адаптировать ребенка к школе. Мы используем также здоровьесберегающие технологии, учитывается и состояние здоровья ребенка, и темперамент, и характер. Не менее важным является принятие ребенком в своей новой социальной роли – роли ученика, а также умение поставить перед собой цель и добиваться ее, концентрировать внимание. В учебном процессе играют большую роль не только хорошо развитая речь, навыки письма и чтения, но и социальная адаптация. Родители должны объяснить, как должен вести себя ученик, какие у него обязанности, в идеале познакомить с будущим учителем. Перед самой школой делать уже что-либо постно. Вот. Единственное, что у родителей в силах за этот месяц – это успокоиться самим. Успокоиться и обрадоваться, что ребенок идет в школу, и всячески эмоционально почувствовать, что это здорово, это классно, это праздник. Да, там будет нагрузка, там будет труд, но это здорово, ты взрослый. Обязательно познакомить с той школой, которая будет, с пространством, и обязательно в этом знакомстве выделять какие-то позитивные моменты. Очень важно понимать, что ребенка в развитии ведет любопытство к познанию окружающего мира и всего нового. Он как губка впитывает в себя все и сразу. Поэтому задолго до школы необходимо вселять в этого маленького человечка веру, что все получится. Заниматься с ним, уделять ребенку больше внимания. Читать и играть вместе, задействуя как можно больше органов чувств. А для родителей это такая профилактика тревоги похода в школу. В том, что родитель, проживая эти счастливые моменты игры и познания мира с ребенком, он убирает свои тревожные моменты, с которыми сталкивался еще в своем детстве. И тогда получается, что родитель тоже расслабляется. И такого ребенка очень легко научить читать, писать, считать. Что касается нашей маленькой героини, то ее готовили к первому классу именно так, как рекомендует психолог. Показали школу и будущий класс, познакомили с учителем и даже с директором. А благодаря рассказам старшей сестренки, Яна с нетерпением ждет свою первую в жизни школьную линейку. Я жду 1 сентября и хочу в школу. Людмила Логодич, Андрей Щерб, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». В продолжении темы. Сколько тревог, волнений сейчас у школьников и родителей. Все нужно успеть, со всем справиться. Купить школьную и спортивную форму, обувь и заполнить школьный рюкзак необходимыми канцелярскими принадлежностями. Эта задача занимает не последняя, а, быть может, и первое место в списке родительских забот. Самые продвинутые делают это загодя, другие оставляют на потом. В Бресте товары школьного ассортимента реализуют более 80 объектов торговли. Конечно, комфортно осуществлять покупки в торговых центрах, но школьные ярмарки по-прежнему популярны. Они уже работают. 6 августа открылась первая на площадке по улице Московской, 332, вблизи рынка Юнифуд. Рюкзаки, констовары, тетради, учебные пособия и школьную форму на любой вкус, цвет и даже кошелек. Все в одном месте и сразу можно купить именно здесь. В помощь компетентные продавцы. Август – это не только последний летний месяц, но и время, когда родители серьезно задумываются над тем, как подготовить ребенка к школе. Список необходимых вещей у каждого своя – подобрать нужный рюкзак, школьный пиджак или рабочие тетради – активно помогают продавцы ярмарки на торговой площадке по улице Московская, 332. Александра Рагуть в скором будущем восьмиклассница почти все собрала к школе. Даже о таких мелочах, как яркие закладки, позаботилась. Ходили, покупали школьные формы, вот сейчас закладки купили. А что я из школьной формы выбирала? Какие вещи тебе нужны? Юбку, штаны и блузку. Скажи, как считаешь, что самое важное при подготовке к школе? Что необходимо? Дневник. И правда, без дневника никуда. К слову, на школьном базаре представлен широкий ассортимент не только этой важной вещи. В одном месте можно с легкостью собрать комплект канцелярских принадлежностей. Ценовой диапазон варьируется от 60 копеек до 1 рубля для полуобщих тетрадей. Для общих стоимость доходит до рубля 90 копеек. Тонкие тетради можно приобрести за 15 копеек. И цены приятные, и за качество здесь отвечают. Ассортимент товара тоже в зависимости от любого кошелька, от самого-самого недорогого. Но достаточно качественный товар, потому что стараемся брать, конечно, цена-качество. Совсем уже дешевые, которые карандаши не будут точиться, такие мы стараемся, конечно, уже не брать, потому что только раздражитель детям и родителям. А все остальное, в принципе, можно подобрать на любой кошелек, на любой вкус, на любой цвет. Подобрять школьные принадлежности на любой вкус и цвет – задача выполнимая. А вот с такой же легкостью справиться с подбором школьной формы удается далеко не всем. Сегодня многоплановость одежды делового стиля может удовлетворить запросы даже самых придирчивых родителей и детей. На прилавках можно найти школьную форму, выполненную из разных тканей с учетом новых фасонов и стилей. А значит, шансы подобрать что-то стоящее есть у многих. Немножечко модом меняется. Брючки сейчас более такие, бананчиками моднее. И девочки все хотят, подросточки все хотят бананчиками. Поменьше девочки хотят такими уже. Если маленькие детки, которые первый, второй, третий, все хотят сарафанчики, чтобы было красиво, чтобы с рюшечками. А взрослые девочки, подростки, они уже хотят более рубашечного. Ассортимент такой вот, как обычный. Брючки, мальчики берут кардиганчики, берут обманочки, берут свитерочки, джемперочки такие на зубчик. Подобрать одежду делового стиля для своих трех дочерей на ярмарку пришла Екатерина Дорофеева. Начиная с ее или дочери вместе с мамой готовили списки необходимых школьных вещей. Сейчас пришло время их приобретать. Стандарт, брючки, юбочка, кофточки, кофточки для праздничной обузочки, кофточки повседневные, в чем можно ходить каждый день. Ну, как бы все. Спортивная одежда и обувь. Выбор есть, нормально. Купили. Брюки купили всем, кофточки, блузочки купили. Первый день школьной ярмарки не стал днем простое. Спрос есть. У каждой торговой палатки покупатели, которые с интересом изучают представленный ассортимент. В предыдущем году такие школьные базары не проводились, а в текущем году эта традиция возобновилась, ввиду того, что у населения есть спрос на проведение таких ярмарок, базаров по продаже школьных принадлежностей. И учитывая запросы горожан, их потребности, мы возобновили вот эту старую традицию и надеюсь, что люди купят то, что им нужно своим деткам в школе. В течение августа школьные базары будут работать на торговой площадке по улице Московская, 332, каждую пятницу, субботу и воскресенье. Также торговля школьным ассортиментом проводится в крупных гипермаркетах и магазинах города, а значит, каждый ребенок сможет начать свой учебный год в полный боевой. Это были итоги недели. Мы встретимся снова через 7 дней. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я, Ирина Левчук, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин